Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ласта Фуари Беларусь, я Ласта Фуари, а это карта Battle of the Bulge, битва с бугор, в варианте от модификации Forgotten Hope Secret Weapon. Игра у нас как обычно Battlefield 1942 и эта карта классическая, так что мы посмотрим в первую очередь чем же она отличается от исходного варианта. Вот здесь я пожалуй возьму все-таки точку исходную, начальную, чтобы можно было на окрестности посмотреть, ну и кроме того здесь база, самая что ни на есть базовая, так что танков должно быть в избытке. Возьмем нашего инженера, поскольку я думаю простая пехота здесь в общем-то не очень полезна. Ну и пойдем вперед куда-нибудь туда. Окей, хорошо, что-то передо мной уже есть и это безусловно неплохо. Переключимся на третье лицо, попробуем не раздавить наших и отправимся какой-нибудь дорожкой, ну например этой, почему бы нет. Проезжаем повороты и подходим уже куда-то. Я пожалуй начну куда-нибудь целиться. Возможно, что и в этих ребят, которые подозрительно здесь высунулись. Окей, как минимум этот был видимо враг, а этот наш, который пытался его куда-то как-то отстрелить. Ладно. Похоже на правду, а это похоже на вражеской позиции. Интересно, мы кого-нибудь заметим? Прежде чем нас заметят или нет? Что у нас вообще происходит? Сложно сказать. Дайте кому немного подальше. Ага. Это немного поинтереснее. И вот это тоже. Окей, да, хорошо, договорились. Это не очень хорошо, их там довольно много. Слишком много. Так, это наши, это хорошо. А что делает враг? Обычно, когда он играет с ванильным интеллектом, он как-то прорывается довольно уверенно и успешно. Тем более, что их больше. И где-то они безусловно есть. Но только почему-то они до сих пор не захватили ни одной точки. И слили, ну не половину, но примерно половину своих тикетов. Что, с моей точки зрения, несколько удивительно. Окей. Наши воюют. Прямо-таки молодцы удальцы. А это у нас что? Взял другой танчик. Я уж не знаю, хороший ли это был выбор. И вообще, по этим вспышкам сложно сориентироваться, куда я стреляю, куда я попадаю. Окей. Как-то чуть-чуть пониже. Может быть так. Давайте глянем, посмотрим на этот бардак поближе. Окей. Вы куда-то прорываетесь. На этот раз я решил пойти несколько другим маршрутом. Что можешь посмотреть касту целиком и вам показать, если вы еще ее не видели ни в каком варианте. Наши ребята стреляют достаточно успешно. И враг себя ведет, я бы сказал, неадекватным образом. Потому что здесь, конечно, мы можем посмотреть на наши красивые окрестности и на танк Шерман М4А1. Но, в принципе, толку от действий врага не так, чтобы сильно много. Правда же ж? Все это как-то довольно-таки анекдотично. Даже вот эта вот точка, слабо-сочищенная. Здесь есть один бункер, буквально такой вот. На некотором отдалении от флага и на мес под танк, где он, собственно, исполнится. Но ничего не захвачено. Битва идет в районе моста и, может быть, холма той ветряной мельницы. Все довольно странно. Что у нас здесь? Здесь у нас орудие, которое можно куда-нибудь утянуть, перетянуть. В общем, техники хоть обновляй. Но даже тот интеллект, который был, ванильный, который неплохой на этой карте, совершенно неплохой, его как-то покоцали по ходу дела. Так что нынче он, конечно, практически не работает. Нельзя сказать, что противник вообще не ведет никакой борьбы. Но просто она настолько неэффективная, что продвижение у них совершенно не выходит. Я даже не знаю, как я буду это видео монтировать. Наверное, у нас получится гораздо меньше минут, чем я изначально ожидал. Когда я добавлял тики, тогда вы видите, что здесь тоже у нас... Мы начали на где-то шестистах. Как на прошлой карте. Но, в отличие от прошлой карты, это не особо помогло. Причем на этот раз не то, чтобы нам не помогло, но противнику не помогло. Удивительно. Ну что ж, давайте хоть в тире, в тире таком танковом постреляем. Я не знаю, на что вы, ребята, рассчитываете. Как вы пытаетесь прорваться. Вроде бы теперь, когда я здесь нахожусь, я вас больше заинтересовал собой, чем все остальные ребята. Но вы как-то по-жёсткому сливаете. А я не то, чтобы даже топовый Battlefield-ский игрок. Если вы видели наши мультиплеерные покатушки, то вы, конечно, в курсе. Окей, несмотря на CoopFix, карта закрашилась. Я попробую дойти где-то примерно до такого же положения состояния. И мы посмотрим. Так, 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 ребята. Мы продолжаем. Не то, чтобы совсем с твоей позиции, но где-то, куда-то, как-то примерно мы смотрим. И смотрят наши друзья. Посмотрим, закрашемся ли мы на этот раз. Но, конечно, хотелось бы обеспечить больше геймплея и больше этих наших самых танковых баталий. Ну, по крайней мере, несколько больше. На несколько дополнительных минуточек. А может даже у нас получится как-то пройти вперед. Совсем-совсем вперед. Окей, окей. У нас Sherman. У них что-то такое... Голубичное на колесное. Да. На танк-то не сильно похоже. Потому что башенки нет поворотной. Но вы всегда можете меня поправить в том, что касается технических деталей всех этих образцов техники. Которых здесь, конечно, хватает. И народ вроде бы пытается как-то куда-то прорваться. Не то, чтобы сильно успешно, опять-таки. И если вы играли на исходных карте, у меня есть, разумеется, прохождение ванильной игры. И вы можете посмотреть, что там-то народ подвигается довольно-таки неплохо. И вы можете сами поиграть и сравнить. И отписаться. Ну а здесь... Здесь как-то не очень. Но может быть со второй попытки они попрут побольше. И сюда, и не только сюда. Потому что холм просто захватывают обычно вот этот вот довольно-таки легко. И первую точку тоже тревожит совершенно немало. Тем более, что у них достаточно ресурсов. У них большее количество людей. И это при наличии большого количества танков. Прямо-таки ключевой фактор. Потому что я с собой могу компенсировать, наверное, несколько тупых ботов. Но все-таки... Не... Десять штук. Разум. Ну, когда ты, блин, пробьешься? Крепкая у тебя броня спереди. Просто-таки зверская. Может, я подожди поближе, а? Буду не просто прямой, а суперпрямой наводкой по тебе стрелять. Кстати, я не знаю, почему ты не пытаешься стрелять по мне. Или там еще по кому-нибудь просто стоишь здесь. Доехал, бедняга. И остановился. Может быть, ты там подыгрываешь? Подыгрывать не надо. Это неинтересно. Мы-то вас и так расстреливаем. Как я бы сказал, детей. Кто-то куда-то пытается бежать. Мне сложно прицелиться по еще одной. Такой, вроде бы, соушной системе. Когда она торчит, да только чуть-чуть торчит. А высовываться за моста я не очень хочу. Но, видимо, таки придется. Иначе это счастье будет продолжаться еще чертные сколько. Кроме того, грани моста, да, барьерчики эти каменные. Они меня чуть-чуть прикрывают. Только-только чуть-чуть. И идет еще один танк. Ну что же. Может у вас альтернативная секретная тактика, которую я не понимаю. Что у нас там наверху? Это все еще наш флаг. Его отсюда не видно, потому что дистанция РНД не самая лучшая. Но он там есть. Он там, безусловно, наличие стоит. А вы, ребята, по мне, не хотите прямой наводкой пострелять? Хотите. А это стоит учитывать. Успею я его отправить к правоцам? Как вы считаете? Да, успею. И слышу выстрелы. Возможно, не все они артиллерийские, но какие-то. Безусловно, какие-то. Пулемет на такого расстояния я чувствую, не сильно мне помогает. Но немного экшена он добавит, очевидно. Кроме того, у меня есть мой пулеметчик. И даже, наверное, как-то не один. Так что он нам поможет. И по тикетам мы, кстати, примерно дошли до того состояния, в котором мы были. Борт у него потенциально менее защищен. Поэтому я попытаюсь куда-нибудь попасть. Правда, в половине случаев я попадаю, похоже, в мост. Хотя, теоретически, не должен бы. Но, видимо, низковато все-таки целюсь. А можно без пулемета? Нет, нельзя. Я по этому пулеметчику не факт, что панул. Очнёмся вперед, чтобы ствол опустить. Так, а по тебе, да. А там ты поползёшь. И подползёшь, возможно, ко мне. С противотанковой гранатой. Как-то все это не очень хорошо. Шерман по такой броне может стрелять. Но, как видите, результаты ниже среднего. Я могу даже расслабиться и пострелять от третьего лица. Чего я обычно не делаю. Потому что не видно же, куда стреляешь толком. Но, один большой лол. Так, а теперь отъезжаем. Потому что лолы вроде бы закончились, нет? Он вроде бы у меня прицелен. Но, но, но. Нас немного коцают. Извини, чувак. Я не могу даже расслабиться. Второй вылет. Ну что ж, давайте взглянем на эту карту в чистом Forgotten Hope. Может быть, хотя бы с детством повезёт. И мы видим здесь меньшее количество техники. Или, по крайней мере, она здесь не так активно отмечена, как было раньше. Я по-прежнему возьму инженера. И мы пойдём, наверное, вперёд. Танки у нас есть. Но, по-моему, они плюс-минус стандартные, да? Есть у нас и Джексон, и что-то ещё. Что ж, давайте посмотрим поближе. Я вижу, что там вроде бы позиции более простые в городе. Но давайте туда прямо и направимся. Чтобы проверить. Проверить не удастся, потому что мы вылетели. Я не знаю, что можно сделать такого с классической картой, чтобы она перестала работать вообще везде. Может быть, у нас есть какие-то шансы, если мы там в четвёртый раз её запустим. Но моё терпение, пожалуй, закончилось. FHS-шная вариация на тему Battle of the Bouch получает жирный минус. Потому что она совершенно неиграбельна. Если мы не можем на карте поиграть без того, чтобы с неё не вылететь. При том, что это даже не оригинальная карта, которую сделали бы разработчики. То мне вообще уж остаётся только руками развести. Своим мнением вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами, выпусками в социальных сетях. С вами был Ласта Фуари с канала Ласта Фуари Беларусь. До встречи в следующий раз и спасибо за просмотр.